Вы ни один республиканский субботник не пропускаете и места всегда выбираете символичные. В этот раз Хатынь. Почему именно здесь решили трудиться сегодня? Из того списка для выбора Хатынь мне конкуренции, когда мне предложили, где можно поработать. Но самое главное, это же история, 80 лет в будущий год. Поэтому символизм заключается в том, что мы сегодня с вами дали старт обновлению этого памятника и возрождению его. Вот тут ходим и смотрим, где-то, оказывается, кладбище было хатынское старое, там церквушка была. И вот она здесь, на этом узгорку, ну просто просится, чтобы мы восстановили ее. Вот эту душевную, деревянную церквушку. Походив, люди здесь, верующие, могут зайти в церковь, поставить свежку. Принято решение, что мы к 80-летию в основном это все закончим, обновим. Вот мы договорились с директором музея, что каждый год мы какой-то элементик должны здесь вносить. Новое поколение может быть молодежи, да и мы тоже. Что-то надо добавлять. Сегодня аллея. Я настаивал на том, чтобы возле каждой хаты, возле каждого домика было посажено плодовое дерево. Ну, как символ, что какие бы трудности и времена ни были, жизнь продолжается. И здесь она тоже, несмотря на этот жестокий исторический символизм. Все средства, которые мы заработаем на субботнике, вся страна, мной принято решение, чтобы мы здесь сконцентрировали эти средства. В течение года, к 80-летию, в основном обновили этот памятник. — Очевидно, и сомнений не было у нас и у вас, что субботник республиканский состоится, и большинство белорусов вместе с вами примут участие в нем. — И в дождь, и в югу, и в снег. — И в снег, да. — Но я договорился до двух часов, попросил, чтобы была такая более-менее нормальная погода. — И тем не менее, каждый год, вот как ни субботник, начинается история, особенно в интернете любят определенная часть нашего общества, рассказывать о том, что нарушается законодательство. Что вы думаете по этому поводу? — Мы никого не заставляем. Дело добровольное. Мы хотим дань памяти отдать тем людям. Мы прошли. Если мерзавец какой-то хочет забыть это, перечеркнуть это, мы видим по южной соседке, но это его дело. Мы с этим будем бороться и жестоко. — Поэтому никто никого не заставляет работать на свою родину. — Я часто говорил раньше, да и сейчас подчеркиваю, что все лучшее из тех советских времен надо сохранить и перенести в нашу историю. — Субботник — одно из таких мероприятий, которое стоило оттуда взять и перенести сюда. Это традиции, а традициями жив наш народ. — Поэтому много-много раз я слышал такие вот высказывания, глупость полная. Никакого законодательства мы тут не нарушаем. То, что мы пришли тут вместо сидения на диване, поработали. Поэтому не надо даже слушать эти рассуждения. Честно говоря, они нам и выгодны, их рассуждения такие, чтобы народ видел, кто есть кто. — Если человек так рассуждает, мерзавец. Иначе его не назовешь. И не дай бог, что случится, но это будущие коллаборанты. Поэтому хорошо, что мы их видим. 20-й год нас научил это. — На этой неделе в Бухенвальде наглецы сняли наш государственный флаг, повесили вместо него БЧБ-тряпку коллаборационистов. Наша молодежь, патриоты, быстро отреагировала, устроила пикет возле немецкого посольства и вызвали посла фактически. И в качестве извинения пригласили его сюда поработать, чтобы как-то загладил вину. — Пришел? — Не пришел. Вот, как видим, нет его. — Значит, думал и над этим. Отвечаю. Не верьте им. Не верьте. У них это стало модой. Прийти, поплакаться, извиниться, какие они бедные, как они плохо здесь поступили. Помните? Приехали из Австрии, из Германии. Ну, казалось бы, все. Освятили нашу землю. Они никогда не прикоснутся к этой святыне грязными руками. Что произошло потом? Санкции, санкции, санкции. Они начали против нас информационную, потом экономическую войну. Поэтому не верьте их всем поклонам и так далее. Они делают свое англосакское дело, как это у вас принято называть, или коллективного запада. Им глубоко наплевать на эту историю и на то, что произошло с этими бедолагами, полутора сотнями детишек, женщин, стариков. Им на это глубоко наплевать. Когда-нибудь вот я это сделаю, обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются, вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже. Это уже сродни фашизму, то, что они здесь делают в Беларуси. Ну, это видно в виде вот этих санкций и давления на Беларусь. Александр Григорьевич, по поводу вашего визита в Россию. В западной прессе появились заголовки, якобы ваш визит на космодром был для того, чтобы сфотографироваться с Путиным вместе с ядерным чемоданчиком. Правильно. Мы сфотографируемся. Чемоданчик я не видел. Это масштабная ракета. Ну, это красавица. Я, правда, не первый раз вижу эту ракету. Не первый раз сфотографировался на фоне этой ракеты. И у нас с Путиным фотографий предостаточно. Поэтому такие, знаете, мелкие, мерзкие подковыки принят закон в России специально по Беларуси. Это случай редкий. Вообще такого не было. Беларусы допущены до всех закрытых объектов. До всех. А для белорусского президента никогда не было запрета. Я был на заводах, где делают ядерные боеголовки, где делают ракеты для доставки боеголовок. Как я знаю, это все. Более того, недавно мы с Путиным присутствовали на тренировке сил сдерживания. Читаю ядерных сил сдерживания. Ну и вот открыта новая страница в наших отношениях. Сняты всякие запреты на присутствие белорусов на российских закрытых стройках. Космодром. Это секретная закрытая стройка. Даже наши журналисты все было открыто. Смотрели все это, видели. И главное, что россияне попросили помочь им достроить этот космодром нашими специалистами. Там вот видели вы эти площадки для старта ракет. Мы облетали, видели вторую стройку. Это аэродром. Уже можно будет прилетать любому самолету рядом. Там 10 километров, 12, можно посадить любой самолет. И третий объект – это жилье. Для таких специалистов надо жилье. Они не будут в палатке жить, при том условия там непростые. Такая была просьба. Это было предложение президента России. Ну может кому-то завидно, что огромная империя приглашает младшего брата для того, чтобы вместе работать и смотреть в будущее. Наконец-то. Продолжение следует...